всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня у меня будет видео о таком прекрасном растении как флебодиум это папоротник произрастает он в субтропиках и тропиках в общем любит влажный климат ну вот сейчас скажу что нужно для этого растения чтобы вот листья были прям идеальными у меня не идеал у меня не идеал потому что где-то я и пересушиваю его где-то вот от лампа вот он тоже не любит такое яркое освещение поэтому у него где-то кончики листьев начинают сохнуть либо от пожелтения есть в общем сегодня будет пересадка пересадка этого растения я хочу его в напольное кашпо поставить у аквариума и он один будет очень богато смотреться смотрите какой красавец рассаживать я не хочу делить его я хочу такое чтобы он большой был сейчас покажу вам кашпо куда я хочу его пересадить вот такое напольное кашпо оно двойное то есть получается сам горшок небольшого такого размера как раз широкий потому что у него корневая своеобразная такая система я вам покажу когда его достану в общем сейчас будем его переваливать методом перевалки кое-как достала я этого красавца оператор мне помогал потому что столько времени мы боролись у него видите корневая система какая вот с этой стороны особенно видно такие толстые они конечно упираются потом стенки горшка и просто вы не выносимая если пластиковый горшок был его можно было так наверняка примять ну даже если и сломать а этот керамический горшок не жалко было его конечно хотела сохранить вот кое-как мы его достали ну я скажу одни корни одни корни поэтому и пересадка то будет принципе ему на пользу ну вот такая штучка у меня две вайки и вот здесь корешочек я посажу горшочек а так вроде бы ничего больше не повредила а он размножается очень легко его даже можно корни вот эти дальше вот так вот прям разрезать можно на четыре части или посадите можно не на четыре можно и больше но я хочу сохранить его большим кустом а этот пусть растет отдельно но все теперь я быстренько намешаю ему грунт грунт он предпочитает более-менее рыхлый воздухопроницаемый чтобы корешочки дышали ну добавлю сейчас что у меня там есть смотрю или вам покажу как я буду делать грунт ему все сниму на камеру во первых дренажные отверстия в горшке должно быть много здесь у меня как раз я сама дополнительно делала дренажные отверстия они идут в круговую на дно конечно керамзит и в грунт я просто там орхидеи меняла грунт и здесь вот такая кора мелкая вот я ее хочу оставить она в принципе нормально и возьму такой знаете универсальный грунт вообще для рассады он очень легкий смотрите смотрите он очень пушистый он уже сперлита или я добавляла не помню вот здесь торф верховой торф поэтому очень легкая добавлю туда сейчас немного вермикулита там помощник смотрю пришел так много не буду добавлять немного добавлю вот помощник помогает и обязательно сейчас добавлю сюда древесный угол в принципе нужно вообще высыпать пакетик все перемешать грунт такой знаете очень воздушно получается руки не марает даже руки чистые можно даже еще добавить хорошо перемешаем этого достаточно там горшок потому что они глубокие ему глубокий и не нужен горшок ему пошире желательно хотя через какое-то время я думаю этого горшка ему будет мало но будет сидеть здесь или на улицу пойдет вообще как раз для него ну вот теперь я буду насыпать грунт хороший такой пушистый ему понравится ну такое в перемешку еще с керамзитом это мелкая кора как бы отлично вообще я думаю сейчас хорош вот оторвала у него вот видите он даже здесь у меня только-только вот немножко осталось только заполнить у него то есть этот горшок то ему тоже не такой широкий оказался слоник вымахал у меня сейчас я пустоту заполню но тут совсем немного в общем вырос слоником у меня даже земля то я осталась не вся ушла но сейчас после полива она как раз туда вся земля опустится заполнит пустоты сейчас этого маленького малышку тоже посажу пусть пусть наращивать и баечки красивые просто в такой пластиковый контейнер того большого унесла в душ и сейчас принесу поставлю на место и покажу вам вот так пусть наращивает ну все слоник накупался вот здесь будет его место красота красивое растение очень красиво смотрится в интерьере посмотрите какой папоротник шикарный просто красавчик люблю папоротники очень такой раскидистый но конечно вырос у меня очень хорошо и сейчас немного расскажу как я за ним ухаживаю вообще что он любит он любит более рассеянный свет я уже говорила в начале видео он не любит когда на него попадают прямые лучи солнце либо близко лампа очень такая сильная как бы у него вот не совсем нравится вот это место как раз ему такая знаете вроде и не темно и свет хороший попадает и где-то и солнышко будет иногда попадать вот ему как раз вот такое нужно у него тогда листья не будут обгорать конечно следить не нужно за влажностью любит влажность влажный воздух то есть время от времени можно его немножко опрыскивать из мелкого поливизатора чтобы не крупный мелкий был ну и все и подкормка подкормка ну я подкармливаю вообще все растения фертикой и что они у меня цветущие не цветущие я всех кормлю их фертикой развожу ее немножко на литр воды там на кончике совсем чайной ложечки и все им нравится но это получается процедура у меня раз две недели ну сейчас я буду видео чаще снимать потому что требуется пересадка уже многим растениям я давно кстати уже знаете не занималась пересадкой поэтому буду снимать и показывать вам что я делаю подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео а